За этот год в городе Орехово-Зуево, Орехово-Зуевском районе, произошло 207 ДТП, в которых пострадали люди. Из них 65 – это пешеходы. В чем причина наездов, кто виноват и как обезопасить себя? Об этом на пресс-конференции рассказал недавно назначенный на пост начальника отдела ГИБДД Василий Пиксайкин. Темное время суток, дождливая погода и слабое уличное освещение. Заметить пешехода, переходящего дорогу в таких условиях, сложно. Отсюда печальная статистика. 65 – ДТП с наездом. Из них в 10 жертвами были дети. Все пострадавшие юные пешеходы не использовали в одежде светоотвозвращающие элементы. Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов использовать светоотвращающие элементы в темное время суток. То есть это не просто праздная просьба использовать светоотражатели, а это предусмотрено законом и за нарушение предусмотрен штраф. Оставляет 500 рублей. Для справки, ношение фликера снижает риск оказаться под колесами в 6,5 раз. Водитель видит такого пешехода за 150 метров. Важная новость для автомобилистов. В городе Орехово-Зуево начали активно работать эвакуаторы. Все те, кто любит оставлять своих железных коней под знаком, теперь могут оказаться в такой ситуации, что не просто придется заплатить штраф, но и за возвращение автомобиля отдать кругленькую сумму. Порядусмотрена административная ответственность в размере штрафа. Штраф в размере 1500 рублей. Кроме того, к таким автомашинам, нарушающим требования правил знака остановка стоянка запрещена, будет применяться эвакуация с перемещением на специализированную стоянку. Это мера вынужденная, но, как показывает практика, только единственная, которая может решить вопрос. Ну и как бы недешевая штраф 1500 за нарушение и за эвакуацию еще 4500. Сейчас стартовала операция зимней каникулы, главная цель которой – предотвращение ДТП с участием детей и подростков. Будет проводиться патрулирование в местах проведения новогодних елок, будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, а также правил перевозки детей. Кроме того, в преддверии школьных каникул инспекторы посетят школы и детские сады, где еще раз напомнят ребятам о правилах безопасного поведения на дороге.